Вереница из пазжирских автобусов на газовой заправке растягивается на пару километров. И такая картина здесь каждый день, говорят водители. После трудового дня они вынуждены стоять в очереди, чтобы заправиться. В Шамкенте на газе ездят 600 автобусов, поэтому им не хватает места на двух газозаправках, говорят в комитете транспорта и логистики регионального совета. Ночью водители заправляются вместо того, чтобы отдыхать. Водители не должны стоять долго, они должны приехать, заправиться и уехать, и дальше поехать отдыхать. Потому что они могут на следующее утро опять выехать на работу, поэтому они должны быть отдохнувшие, и безопасность пассажиров от этого зависит. Дефицит мощности на газовых заправках подтверждают и в управлении пассажирского транспорта. Однако специалисты уверены, он небольшой, и добавляют, что в этом году за счет инвесторов в Шамкенте намерены построить еще три заправки. Дефицит есть, не секрет, но мы покрываем сегодня потребность города. Необходимо отметить, что заправляются не водители, то есть водители с утра до вечера отъездили свое, приехали, привезли автобус на автобусный парк. Каждый автобусный парк содержит соответствующий штат для заправки, для перегона автобусов, чтобы заправить соответствующим ГСМ. Специалистов управления куда больше волнует вопрос нехватки водителей. В городе острый дефицит тех, кто имеет право перевозить пассажиров автобусов. Работать многим водителям мегаполиса сейчас приходится за двоих. При соблюдении режима труда и отдыха городу нужно закрыть 900 вакансий. А вот где их найти – тоже большой вопрос, говорят пассажироперевозчики. По закону, раньше 25 лет невозможно получить разрешение управлять автобусами. Пассажироперевозчики Шимкента предлагают упростить получение категории D. Сейчас это, по их мнению, очень сложно. Поэтому дефицит кадров с каждым годом все больше.